всем доброго времени суток сегодня мы попытаемся с вами начать цикл лекций на тему вот которая обозначена на экране то есть как стать богатым инвестируя на рынке цены бумаг ну я в целом не сомневаюсь абсолютно что то что я вам собираюсь рассказать это абсолютно действующая модель абсолютно работающие правила которые в общем то разработанные не мной да и во многом это такой опыт ворона баффета тоже переложены опять же на нашу будем считать российскую почву но во многом также это и мое понимание самого процесса инвестиций поэтому если вам будет интересно вот этот курс мы его проведем в течение нескольких но таких относительно небольших лекций сколько их будет но я думаю что в принципе это можно достаточно долго продолжать немножко подобного контента у меня уже было в общем то сейчас мы с вами попытаемся раскрыть те вопросы которые вот обычно раскрываются на ну скажем так закрытых семинарах когда проводятся платные занятия в том числе в интернете ну и я в том числе проводил такие занятия однако ну видимо можно и широкому широкая аудитория это все представить поскольку ну я думаю что интерес к этому есть единственная проблема что большинство из вас но как-то к этому еще пока не готовы я уверен что не готовы поэтому все таки рекомендую вам присоединяться к нам к нашим лекциям к нашему клубу частных инвесторов и в принципе для нормального человека то есть я имею ввиду нормальный человек это человек который ну там что-то чем-то владеет да что там может откладывать это очень думаю будет полезно посмотреть наши лекции послушать в принципе теоретически вы не можете задать вопросы дом комментариях например да я постараюсь ответить если таковой будет интерес итак как стать богатым инвестируя на рынке цен на бумаг первый урок сегодняшний это что такое инвестиции не стоит думать что это вот так вот все просто и и понятно на самом деле если вы посмотрите на корень слова да инвестируя означает одевать облачать да то есть но по сути связано с тем чтобы что-то одеть на себя да то собственно говоря лучше понимаешь смысл этого понятия вот например странах африки практически нет инвестиций в теплом климате одеваться не надо готовиться к зиме не надо понимаете и самого процесса этого практически нет может быть поэтому да никак не могут вот эти африканские страны выйти спортивным сперманентного кризиса который у них есть знаете что там допустим уровень жизни он упал по сравнению с тем что было там 40 лет назад но это никакие ворота не идет нигде такого больше не я думаю что это в общем то связано с тем что вот ментально люди понятия инвестиций мы не существует то есть не существует вот этого процесса когда надо сделать что-то сейчас чтобы потом получить в будущем да мы говорим о деньгах вот если вы посмотрите уже китайское определение то здесь все вполне достаточно конкретно и по китайские инвестиции это бросать выпускать устремлять куда-то деньги ресурсы капитал то у зы иначе говоря но вообще корень этого понятия происходит вот из ну современное понимание инвестиций происходит из такого понятия как инвеститора то есть это процесс который был достаточно широко распространен средние века и в общем то общество западноевропейское развивалось по этому пути когда государь или какой-то может быть уже меньшего уровня феодал обладал землей обладал ну будем считать назовем современным языком правом собственности на земельный участок и передавал его ну какому-то другому уже там рысалю там например или воину в обмен на то что тот будет вот ему служить и нести вот эту самую вассальную зависимость значит в чем здесь скажем так современность инвестиций да в том-то и есть да что вот выбирая вот этого вот рыцаря который должен будет служить наш феодал в общем то берет на себя определенные риски может оказаться так что он будет служить очень хорошо это кажется хорошей инвестицией и он нам еще чуть-чуть даже завоюет при прибавит нам земель да может оказаться так что он достаточно слаб и физически и организационно и даже свою то вот эту землю держать не сможет понимаете то есть в общем то тот процесс который назывался когда-то инвеститурой он не так уж и сильно отличается от того процесса который есть сейчас когда мы покупаем ценные бумаги там строим недвижимость там новые какие-нибудь производства для того чтобы заработать в будущем больше то есть мы применяем берем на себя риск да ну вот в поисках доходности в россии то же самое было и российское дворянство в целом которая примерно зарождается во времена ивана грозного основной своей массе это были служивые люди служивые люди которые должны были служить но в данном случае все таки это больше степени было служение государству и за это государство им давалось земли на которых они могли что там зарабатывать извлекать как говорится аренду иначе говоря ну современный процесс инвестиции существует и поныне и это вот королевская церемония которая называется посвящение в рыцаре и сейчас обратите внимание что английская королева когда накладывает вот этого человека стоящего да вот эту самую свою инвеституру она скорее всего потом потребует от него какой-нибудь службы может во всяком случае потребовать да это как бы считается что никогда не за что сейчас это просто такая приятная традиция но думаю что в реальности все эти рыцари которые в британии до сих пор применяют они должны будут служить королеве если это потребуется ну вот смотрите вот мир потихонечку развивался и вот следующих коллекциях я вам покажу что вот то понимание богатства которое вот есть вот идет от средних веков она немножечко уже стерлась в настоящее время из когда-то те кто служат должны были реально служить должны были реально воевать и это было в общем-то воинское сословие да они не работали они получали свою ренту но за что да за то что однажды должны были том числе отдать свою жизнь если это будет необходимо современные богатые уже этого делать совсем не должны и это принципиальная разница и вот что дает что дает такое богатство я вам постараюсь показать не сегодня следующий раз ну вот смотрите наиболее распространенная инвестиция господи наиболее распространенное определение понятие инвестировать вот представлено на экране то есть расстаться с деньгами сейчас чтобы получить большую сумму в будущем вот это авторы вот этого учебника инвестиции шарп александр бейли достаточно толстый труд принципе он есть во всех библиотеках в интернете думаю что нет в библиотеках есть в наверное можно и купить если вам это будет интересно но там большое количество страниц в основном посвящена американским ценным бумагам и я думаю что ну такой практической пользы вы сильно от нее не получите лучше послушайте наши лекции может быть там посмотрите наш сайт я думаю что это скажем так с точки зрения россиянина ну более адекватно что ли и вот эта проблема будущего смотрите она и стоит перед всеми нами куда мы инвестируем картинка будущего на самом деле какая-то советская картинка обратите внимание то есть муж жена трое детей собака какие-то вот у нас летающие тарелки да это будущее которое представлялось что может быть середине восьмидесятых может быть начале восьмидесятых понимаете да то есть когда выходили всякие фильмы там помните там про алису там еще что-то такое да когда светлое будущее рисовалось вот такое вот да ну и такое может быть не самое лучшее настоящее но оказалось что все пошло совсем не так поскольку человек предполагает а бог как говорится располагает советский союз прекратил свое существование и вот эта картинка лишь осталась на память чему я вам это привел к тому что инвестиции всегда связаны с риском к сожалению будущее нам с вами неизвестно что огнем произойдет мы можем лишь строить предположение вот здесь нам хорошо помогает например такой инструмент как технический анализ я постараюсь провести несколько уроков и о нем но это будет достаточно поздно далеко не сейчас сейчас только вводная лекция и так повторим пройденный так сказать материал само понятие само понятие происходит от того что передается лен в собственность и за это мы должны служить тот кто нам этот лен передает он на себя принимает риск очень скорость тем что принимаем на себя мы когда инвестируем то есть расстаемся с деньгами сейчас чтобы получить большую сумму в будущем и будущее для нас с вами остается той самой проблемой вот которая вот наш сайт например я пытаюсь разрешать на протяжении там вот уже более десяти лет то есть попытка ну так или иначе это будущее предсказывает но еще одна немаловажная вещь которую нельзя ни в коем случае обойти это так называемая формула сложных процентов возможно вот эта формула которая представлена на экране где фьючер валю это будущая стоимость денег презентовали настоящая стоимость денег р это ну иначе говорят то та доходность которую вы зарабатываете и н число лет ну совсем сильно все меняет то есть если вы осознаете что сложный процент работает на вас они против вас в этом случае вы станете богатым абсолютно точно ну примеров этого я примеры богатства оставлю на следующую лекцию но вы можете в литературе найти там и в классической русской литературе понимаете то есть надо понятно но может быть какому-то каким-то сладом характера надо определенным таким обладать да но если вы все-таки начнете инвестировать то получая например дивиденды вы должны их стараться также вложить вновь получил дивиденды вложил вновь получил дивиденды вложил вновь и вот эта сумма которая накапливается она идет гораздо быстрее чем можно себе представить ну и вот заключающий заключительный слайд это цитата альберта энштейна в котором он говорит что сложный процент это восьмое чудо света тот кто понимает его зарабатывает на нем а тот кто нет платит его ну и вот и как демонстрация пример этого да смотрите пример состоит в том что берется одна и та же сумма один и тот же процент и то же самое количество лет но обратите внимание что миллион взятый кредит взятый кредит под 15 процентов годовых на 10 лет приносит в итоге минус но почти почти миллион рублей минус 936 тысяч а тот же самый миллион когда вы инвестируете на 10 лет при той же самой доходности 15 процентов превращается за 10 лет уже 4 миллиона ну там и чуть чуть больше рублей собственно говоря это все знаете то есть большинство людей к сожалению работает на кредиты большинство людей желая может быть как-то облегчить себе текущее положение может быть с точки зрения может даже не всегда это скажем так необходимо но большинство людей имеет кредиты и платит и платит и платит проценты по ним это сложные проценты во всех формулах заложены сложные проценты поэтому если вам удастся выйти вот из этой вот системы данная если вы хотя бы начнете что-то там откладывать да то можно сказать что первый шаг богатству вы уже сделали дальше поговорим следующий раз